Всем привет! Вот-вот в нашей студии появится очень музыкальный гость. Это певец и композитор Дмитрий Фрига. А вот и он с собственной персоной, да еще и с новым клипом. Видео мы увидим чуть позже. Ну а пока доброе утро! Когда лучше пишется музыка? Утром или вечером? Музыка лучше всего пишется ночью. Ночью, причем, когда организм приближается к такому полуобморочному состоянию, которое граничит уже со сном, начинают появляться странные идеи. В общем-то, часто даже записывая какие-то вещи, только утром понимаешь, что получилось. Ну и хорошо музыка пишется на ходу. Специально для этого даже пришлось в телефон поставить себе программу диктофон, потому что когда идешь что-то и возникает в голове, через пять минут это все пропадает. Приходится запоминать каким-то способом. А снятся ли тебе ноты? Записываешь ли что-нибудь, проснувшись? Бывает. Было несколько раз, вскакивал, записывал, напевал, утром смотрел, дико обрядятина. С чего вообще начинается твое утро? Может, ты садишься за белый большой рояль или достаешь любимую скрипку? Со скрипкой я как-то не очень подружился, белым роялем пока бог моих соседей не балует, потому что я думаю, что недолго бы я жив был с белым роялем у себя дома. Обычно это утро обычного человека, если я просыпаюсь и чувствую себя более ненормально. На самом деле, каждое утро начинается с прогулки с собаками. В жару, в снег, в дождь. Ребята, у меня две собаки, одна большая, одна маленькая, не интересует, как я себя чувствую. Надо взять поводок, пойти и немножко проверить. Говорят, художник должен быть голодным. А музыкант, ты плотно завтракаешь? Ложь. На голодный желудок человек может думать только о колбасе, только о еде. Никогда в жизни голодный человек не будет тратить деньги на искусство. И никогда в жизни голодный человек не будет заниматься искусством, как только появится возможность заработать себе на хлеб насущный. Но вообще, что касается еды, ем по-разному. Я, как правило, ем не очень много, но если бывает что-то накатит, могу, конечно, сесть, поужинать или позавтракать так, чтобы там ходить тяжело. Правда ли, что существует понятие «голос не проснулся»? Или можно запеть, даже если разбудили в 3 часа ночи? Это абсолютная правда, поскольку голосовые связки – это фактически мышцы, которым нужно тренировать, с которыми нужно работать. И с утра человек просыпается, пока он, как весь его организм, не войдет в тонус, и в связке в том числе, он не сможет полноценно работать. Ни один спортсмен, бегун, я думаю, тоже с утра не станет прямо бегать в марафон, потому что это физически очень тяжело. Самой звонкой нотой в нашей утренней симфонии был сегодня певец и композитор Дмитрий Фрига. Ну, а мы, как и было обещано, смотрим новое видео Димы. Дима Фрига. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова